Уважаемые братья, уважаемые сестры, пусть Аллаху Таала сделает это мероприятие причиной смывания грехов многих плохих мажлицев, которые, к сожалению, у нас часто получаются, намного больше, чем такие благодатные мажлицы. Говоря об наркомании, об этих плохих адатах, которые портируют шариату, говоря о тех пагубных действиях, которые делают мусульмане, которые делают наши дагестанцы, о том, как наши дагестанцы совершают то, что Аллаху Таала запретил, и они перешагивают через границы шариата, как они не совершают намаз. Мы говорим о мусульманах, о детях, рожденных в семьях мусульман, у которых родители мусульмане, отец и мать, и дедушки, бабушки мусульмане. И мы не говорим о людях, которые вообще ничего об исламе не знают, мы говорим о людях, которые знают об исламе, потому что, к счастью, в наше время знать об исламе очень легко, ибо источники об исламе очень много, например, газета Ас-Салям, или же книги, написанные нашими алимами и переведенные на русский язык и в языки народа Лагестана, проповеди, которые имамы читают каждый пятничный день на мимбарах, также изучая науки исламские в медресе и институтах. То есть мусульмане знают наверняка не все, хотя и большинство о запрещенных действиях. Они знают, что у Петербюлята наркотики запрещаются, они знают, что у Петербюлята алкоголь запрещается, они знают, что давать и принимать рыба, проценты банковские запрещаются, они знают, что оскорблять других, делать рыбать, унижать своих братьев, воровать, кого-то бить, это все запрещено, они знают, что совершать намаз обязательно, обязательно совершать его с исполнением всех его условий и арканов. Но тем не менее, зная все это, когда мы говорим о них, мы говорим о себе, ибо каждый мусульманин перетягивает через свои знания и совершает те или иные запрещенные действия. Не обязательно, чтобы каждый из нас употреблял наркотики или же алкоголь. Каждый из нас совершает такой грех, как рыбать, хотя мы знаем, что это запрещено. Каждый из нас в своем пропитании не особо соблюдаем за запрет или же дозольность того или иного источника пропитания. Каждый из нас оскорбляет своих товарищей, друзей, родственников, жен, детей и так далее. Это почему так происходит? Потому что наша вера, она не полностью заполнила наше сердце. У нас уста верующие, но в сердце у нас таква, богобоязненности, неполно. Наше сердце не заполнило этим, не заполнило любовь ко Всевышнему Аллаху Тааля. Наше сердце не заполнило любовь к пророку, салли Аллаху, алейхи вассаляму, и его сунне. Наше сердце частично заполнено ими, но большинство, оно заполняется любовью к мирскому. Любовь к самому себе, оно находится под властью шайтана, под властью иблиса. Поэтому мы, будучи мусульманами, позволяем для себя те или иные запрещенные шариатные поступки, из-за которых мы должны днями, вечерями и ночами просить Аллаху Тааля прощения делать излифар. Вот поэтому мы, если мы верим, а мы верим, что мы после смерти будем воскрешены и будем спрошены, и нам придется отвечать за содеянные. И после ответа нас ожидает один из двух домов, либо же это Джаханнам. Но, альхамду лилях, мы надеемся, что мы попадем в рай. Или это, или это, иного там нет. Поэтому, дорогие братья, мы должны стараться, чтобы заполнить свои сердца любого ко Всевышнему Аллаху Тааллаху, даже хотя бы, если не заполнять, полностью, хотя бы усиливать, умножать, сделать его больше. А какими средствами можно это заполнять? Можно ли просто читая лилы знаниями? Просто знаниями. Этого недостаточно, потому что мы уже сказали, что мы имеем знания, но вместе с этими знаниями перешагиваем через них. Нам необходимо заполнить свое сердце любого к Аллаху Таалла, часто его вспоминая. Вспоминание Аллаха Субхану Таалла, это является тем инструментом, или, как я бы сказал, тем, что заполняет любое наше сердце. Вот специалисты, медики, врачи знают, как исцелить ту или иную болезнь. Они знают, как лечить какие-то. Например, кардиолог знает, как лечить сердце. Терапевт знает, как лечить ягодок и так далее. А хирург знает, как отрезать руки и ноги и так далее. А как заполнять сердце любого, знают специалисты по этой области. А эта область занимает Тасауф. Этой областью занимаются Ахлю Тасауф и Шейх Тариката. Это так принято. Не в наше время это так принято, а со времен сподвижников, то есть Таби'инов, сподвижников, сами были самыми лучшими суфиями и не нуждались других. У них пророк был, Аллахи Салатул Салам. Вот этот инструмент дикру, что является именно тем, что заполняет сердце любого. Аллахи Салатул Салам говорит Хасана Фанди. Хасана Фанди это один из величайших врачей болельных сердец, духовных болезней. Он один из величайших специалистов по теме заполнения сердца любого. Аллахи Салам говорит Когда ты часто вспоминаешь Аллаху Таалла, когда ты делаешь часто зикру, Аллахи Салам становится причиной увеличения любви к Аллаху Саламу Таалла. То есть, увеличение зикра это инструмент, который заполняет наше сердце любовь к Аллаху Таалла. Он продолжает. И когда тот, кого ты любишь, от тебя что-либо требует, ты это с радостью исполняешь. Как он говорит, как он это от нас требует. То есть, когда человек посредством зикру полюбил Аллаху Таалла и когда его сердце заполнилось это любовью, он исполняет все предписания Аллаху Таалла так, как он предписал. Получается, для того, чтобы мы не перешагивали через границы шариата, для того, чтобы мы исполняли предписания Аллаха, Кур'ана и Суни, для того, чтобы мы любили Аллаха и Субхану Таалла, и Пророка Салли Аллаху А.С, нам необходимо его вспоминать. Читать зикра, читать его таким образом, как нас учит этому наши шейхи. Почему так этому учат шейхи? Потому что шейхи являются именно специалистом в этой области. Мы же, когда у нас сердце болеет, не обращаемся к строителям, не обращаемся к милиционерам, мы обращаемся к кардиологам, даже не к любому врачу, а именно к врачу, который является специалистом в этой области. То же самое, в религии тоже есть специальности, разные направления. Например, в вопросах вероубеждения, мы к кому обращаемся? Обращаемся к ученым по акиде, по каляму. А когда у нас возникает вопрос шариаты, как совершать намаз, внешний вид совершения, как соблюдать пост и так далее, как выплачивать закат, мы к кому обращаемся? Обращаемся к специалистам по фиқхе, потому что они эти области специалисты, они лучше друг его знают. Если мы не обнуждаемся в совете, в знаниях о способе заполнения сердца любовь, Аллаху Та'ала, мы должны обращаться к специалистам этой области. А это аль-тасауф, это шейх и дарикат. Это так принято с самих первых рук Ислама. Вот наша религия, мы все знаем, состоит из трех частей, это иман, ислам и иссан. Это мы везде говорим, и все знаем об этом, аль-хамбиллях. И вот этот иссан, иссан это поклонение Аллаху Та'ала так, как будто бы ты ее видишь. То есть поклонение туда входит не только стоять на коврике, а вести себя так во всей последневной жизни, во всех взаимоотношениях, в семье, в обществе, с соседями, с друзьями, в торговле, во всех сферах нашей жизни, соответственно, предпоследствием шариата. Вот это является иссан. Чтобы ты Аллаху Та'ала служил, как будто бы ты ее видишь. Вот это является иссан. И, как мы уже отметили, для того, чтобы человек знал, как верить Аллаху Та'ала, ему необходимо агиды, и как для того, чтобы знать, как поклоняться Аллаху Та'ала в намазе, после и так далее, ему необходимы фикхи. Точно так же для того, чтобы у него была искренность, чтобы в его сердце была любовь Аллаху Та'ала, чтобы он заполнил эту любовь в свое сердце, ему необходимы ихсан, а ихсан достигается посредством тарихата. Тарихат – это арабское слово «путь». То есть пути, которые приводят тебя к ихсану, искренности. Точно так же, как эти маххабы, четыре маххаба нашей религии. Это пути, которые приводят тебя к правильному пониманию шариат. Поэтому этот арихат – это путь, который учит тебя, как заполнять в твое сердце любовь к Аллаху Та'ала. А любовь к Аллаху Та'ала – это необходимое условие, чтобы ты не переш... Когда мы говорим о ты, мы говорим о каждом мусульманине, о мусульманине, любой из нас. Чтобы мы не перешагивали через границы шариата, нам необходимо заполнять сердце любовь к Аллаху Та'ала. Вот некоторые говорят, а нельзя ли этим заниматься самостоятельно, без поступления в путь арихат? Конечно же, можно. Почему нельзя? Потому что вот это все непридуманный кем-то путь. Это путь, который для нас оставил пророк Аллаху Салату в Уране и в Сунне. Поэтому можно заниматься самостоятельно. Почему бы и нет? Но об этом арихат когда ты сам занимаешься очищением своего сердца, когда ты сам занимаешься заполнением через зыкви твоей сердце любовью к Аллаху Та'ала, это будет долго, это будет трудно, и там есть опасность, что тебя шайтан ведет в заблуждение. Потому что они говорят, тот человек, у которого нет шейха, его шейхом является шайтан. Это люди некоторые не так понимают, говорят, посмотрите, что они говорят. Но если вот этот вопрос вникать, на самом деле это так. Потому что шайтан имеет власть над нашим сердцем. Имеет. Аллаху Та'ала его таким сотворил. Он может на нас воздействовать. Он может для нас подкидывать какие-то такие пакости, которые мы даже не замечаем. Например, человек совершает намаз. Это же хотя бы, ну, на вид же поклонения Аллаху Та'ала, это хорошее деяние. Но в этом намазе шайтан ему подкидывает, чтобы он при входе кого-то, какого-то человека, чтобы этот намаз он более украсил, более делал долгим. На руку руку желает, чтобы он долго задержался, чтобы он читал красиво. То есть вроде бы внешне хорошие вещи он делает, но намерения плохие. Шайтан ему такие намерения подкидывает. И его вот это поклонение становится бесполезной. Получается, кто стал шейхом, шайтан же стал. То есть шайтан его направляет туда, куда ему выгодно, куда ему нужно. Вот это имеется в виду под этими словами. А когда у человека шейх, который учился у другого шейха, он знает эти вот тонкостные пакости шайтана, и вот так это его сенсилия доходит до пророка, саллиллаху алейхи ассалям, вот это ему облегчает муриду путь, укорачивает. Потому что есть учитель, который ему это показывает, отсказывает, направляет. На примере больного человека, у которого тело больное, когда тело больное, мы что делаем? Обращаемся к врачам правильно, в больнице идем. Почему? Потому что само лечение опасно, чревато последствиями. Потому что каждое лекарство имеет свойство, не только полезное, но и побочные эффекты в него имеется. Если мы, не зная свойства своей болезни, не зная состояния своего тела, не зная свойства, и побочный эффект этого лекарства, будем заниматься самым лечением, мы можем себя погубить. И мы ищем из этих врачей, из самых лучших, и то же самое, то же самое богослужение. Как необходим учитель фикхи, то же самое необходим учитель и тасауф. Поэтому, поэтому, вот наличие вот этого муршида, вот идти по пути тариката, это облегчение вот этой пути. Для чего? Цель какая преследуется тарикатом? Какая цель преследуется посредством тариката? Эта цель, это достижение ихсана, достижение искренности в религии, достижение вот постоянного вот такого чувства, контроля Аллаху Тааля за тобой. Вот эта цель арикат. То есть, арикат поступает для того, чтобы эту цель достигал. И какую пользу получает человек от ариката? Когда человек поступает арикат, от него такая польза. его богослужения, его деяния становятся чистыми, искренними. Ради Аллаху Таала, за который Аллаху Тааля по своей милости вознаградить. Вот это является пользой тарикат. А его условия какие? Условия являются, чтобы тарикат был исходящим от пророка, соответствующим полностью Куране и Сунне. То, что противоречит Курану и Сунне, не является путем, приводящим к познанию Аллаху Таала. Все, что противоречит Шариату, все, что противоречит Сунне, Куране и Сунне, это не является приближающим к Ихлясу и Ихсану. Поэтому главное условие, чтобы тарикат был соответствующим Куране и Сунне. И чтобы человек, который тебя учит этому тарикату, сам этому обучался, у такого же шейха, и у которого санад. Передача вот этих знаний доходит к два пророка, салли Аллаху алейкум, тоже является условием. И чтобы он имел разрешение на обучение. Потому что раньше, для того, чтобы человек вышел сюда, к джамаату, и преподавал им урок, необходимо было разрешение от учителя. Мы говорим об этих шариатских науках. То есть, когда учитель видел, что ученик достиг каких-то уровней, знаниях, и что он увидит, что он уже достоин быть учителем, он ему говорил, теперь ты имеешь право проповедовать, учить людей, доносить до них знания. Вот точно так же тарикаты. Учитель разрешает ученику обучать других, наставлять других. Тоже является условием этого тариката. Поскольку здесь у нас регламент, 15-20 минут, у них 15 минут уже прошло, мы коротко о нашем человеке Саиде Афан тоже пару слов скажем. Вот, наверное, среди вас очень много людей, которые приходили к этому человеку, заходили к его дому. Если вам неудобно, если вам удобно, поднимайте, пожалуйста, руки, кто был у него? Кто был? Аль-Хамду лиллях. Можете, опустите руки. Теперь вопрос. Человек может притворяться хорошим. Притворяться может. Вот я могу целый день выдать себя за хорошего человека. Гибать не делать, не клеветать, запрет не делать, все время быть таким, ну, красавчиком, да? Один день могу. Может, и второй день, но третий день я спотыкаюсь, потому что это не нрав. Это я просто притворяюсь. Я забываю, что я притворяюсь и уже показываю себя таким, каким я есть. Правильно? Это ведь так? А вот вы все приходили к Саиде Афанде, одни салу сферу, каждый день, не вместе, а разные дни. Один сегодня, другой завтра, третий, завтра. И каждый из вас его каким видел? Видели ли вы Саиде Афанде, делающим лебад? Видели ли вы Саиде Афанде, призывающим вас к наркотикам и другим плохим вещам? Видели ли вы хоть один из вас, который призывал, чтобы Саиде Афанде призывал к насилию, без справедливости, чтобы он призывал к каким-то таким порицаемым, неприятным вещам? Вы какими вы видели? Я уверен, что вы видели его призывающим к Аллаху. Учащим поменять Аллаху Та'аля. Как мы уже говорим, для того, чтобы ваши сердца заполнялись любовью к Аллаху Та'аля. Ведь правильно я говорю, вы же это видели у Саиде Афанде. Вы же свидетели этому? И больше что надо говорить об человеке, который, вот это столько людей здесь, и они каждый день приходили разные, получается, в течение всего года. Ни один день, ни два, ни три дня, в течение всего года человек делает одно и то же. Это разве может быть притворством? Нет, невозможно. Человек не может притворяться всю свою жизнь. Вот вы свидетели, что Саиде Афанде именно был таким человеком, который учил людей заполнять свое сердце Аллахом. Я еще добавлю, после того, как вы уходили после Асра, обычно не принимали. Вот я свидетель живой. Каким был график его оставшего дня и ночи? Вот его книги, которые написаны за короткий срок и притой нагрузки, которую он имел. Вот еще вопрос к вам. Когда вы приходили, часто ли было, что вы прямо заходили к нему или вам приходилось ждать очереди? Ждать приходилось? Поднимайте руки, кому приходилось ждать? Почти всем приходилось ждать. Это означает, что с утра и до завершения приема целый день его дом был полом мридов. Все время там были люди. У него не было времени заниматься другим, кроме призыва к Аллаху, обучения дикра, направления на правильный путь, насихат, давания уверенности и так далее. Остальное время человек с 9 часов до асра занимается столькими людьми. Вы представляете себе какая трудность, какая нагрузка. Вы представляете себе, что вы каждый день принимаете трех людей. Вам это не надо есть? Конечно будет трудно, это очень трудно, но вместе с этой нагрузкой с этим потоком людей, он еще на ходе времени написан книг. Эти же книги то же самое заполняют наши сердца любовь к Аллаху Таалеку к пророку Салли Аллахи Разве не так? Агибати там написано, Аскверные словы написано, Ахалали Ахрами написано, то есть все, что необходимо для мусульмана, он написал в этой книге, находя время после вот этой нагрузки. И я свидетель, что каждый день зимой и летом час ночи он вставал. И с этого начинался его от ребят Аллаху Тааля. что до этого я не знаю, потому что свет был выключен. В его окне свет нагорел. Из этого свет включался и начинался его поклонение своему Создателю Аллаху Тааля. Это не один день, это каждый день. Это вся его жизнь такая была. Поэтому для чего это говорим? Не восполяй его. Аллах Тааля его восполил, сделал шаидом и поднял на этот уровень. Аллах восполил, у нас нет для этого необходимости. Мы это говорим для того, чтобы понимать, кто такие шахи Тааля 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 для чего они нужны и к чему они призывают. И я рад, что у вас столько людей и уверен, что еще 20 раз больше, чем вы людей разных концов Дагестана этому светили. Он призывал к добру. Он призывал к поклонению, искренности, к миру. Он не различал между людей. Среди вас есть люди разных национальностей, которые были не го. Он сам говорит, даже если англичанин придет ко мне, для него мои двери открыты. Поэтому Саидов был символом мира, символом объединения, символом братства, символом богослужения и поменения Аллах и Аллах на этом, я завершаю. Саляму алейкум рамат и веркат.